Тренеры, спортсмены и представители правительства области собрались вместе. Сегодня в Кирово-Чепецке они обсуждали проблемы и перспективы развития хоккея с шайбой в нашем регионе. Что мешает кировским спортсменам добиваться успеха и как это исправить, узнала Марина Крашенинникова. Сегодня в Кирово-Чепецке прошла необычная тренировка. Ее проводило сразу несколько тренеров. На лед вышли участники зонального этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». Это команды «Авангард» из Зуевки, «Темп» из Кирова и местная Олимпия. Одним из тренеров мастер-класса был Дмитрий Дмитриев. По его словам, для роста спортсменов не хватает тренировочных площадок. Раньше льда была в избытке. Наверное, и ребята росли быстрее. Невооруженным взглядом видно, что им не хватает льда. Именно для того, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития хоккея с шайбой в Кировской области, на эту тренировку в Олимп-арену приехали представители правительства региона. Сначала они вручили благодарственные письма тренерам хоккейных команд и призы самим игрокам, а затем переместились в конференц-зал. Количество занимающихся почти на полторы тысячи человек по сравнению с 2012 годом увеличилось. За круглым столом подвели итоги проделанной работы и обозначили проблемы развития хоккея в нашей области. Главное – нехватка льда для тренировок. Еще поговорили про повышение квалификации тренеров и привлечение в спорт большего количества детей. К 2020 году планируется увеличить число занимающихся почти вдвое. Использовать наши природные условия, где, конечно же, можно зимой устанавливать открытые стадионы, открытые катки, на которых можно тренировать наших хоккеистов. Тренировать будут не только на уличных катках. В ближайшее время в областном центре откроется новая ледовая арена, а позднее для кировских хоккеистов построят свой собственный дом. В ближайшие три года в городе Кирове построят еще один каток, даже скорее ледовый дворец, который будет именно для детской спортивной школы по хоккею с шайбой. По итогам заседания было решено в ближайшее время разработать концепцию развития хоккея на два года и создать программу развития на пять лет. Марина Крашенинникова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.